И снова здравствуйте The Brash 2019 и хотелось бы в этом ролике рассмотреть как сделать Лиса. Есть такой мультфильм Маленький принц. Кто не смотрел, кто не читал, советую посмотреть и прочитать. Очень интересный Десент Экзюпери написал этот рассказ. И погнали разбираться как это все делается. Принцип. Открываем тулы и это будут цилиндры. Открываем цилиндр. Edit. Make Polymesh. Все стандартно, как и в прошлый раз. Так, смотрим флор. Х нажимаем, вот здесь симметрия. Можно чуть-чуть провести, чтобы увидеть, где что находится, где вперед, где зад. Так, теперь заходим в геометрии и делаем всему этому Dynamesh. Так, следом Size. Все это дело уменьшаем. И немножко по оси вытягиваем. По Y вытягиваем. Вот так вот. И немножко еще уменьшаем. Можно еще вот так вот вытянуть. Смотрим, поворачиваем, как это все выглядит. Вот таким вот образом все выглядит. Так, все прикольно. Так, делаем сразу три дубликата. Пусть повисят тут. И вот будем работать эти два. Отключим, будем работать с первым. Так, жмем Moff. Перекручиваем вот так все это дело. И теперь ставим кисть Moff Topology. И вот так вот прибавим Draw Size. Shift-ом. Немножко выглаживаем. Вот таким вот образом. Чтобы все это было гладко. Вот так. Все, заготовка готова. Пусть побудет. Следом Append это у нас сфера. Жмем сферу. Опять же переходим в гиркометри. Опять же делаем Dynamesh. И опять же Size все это дело уменьшаем. И с помощью Moff и Gizmo перетаскиваем кверху. Вот так. Немножко прибавляем. Самую малость. И вот так с помощью Gizmo вытягиваем, перекручиваем. Подгоняем, подставляем. Вот таким вот образом. Опять же Shift-ом все это выглаживаем. Draw Size чуть-чуть поменьше. Ставим лицевую. Флуг можно уже отключить. На лицо вот так ставим. С помощью мышки перекручиваем. Draw Size чуть-чуть побольше. Ставим X-симметрию. И вот так все это дело можно уплотнить, подтянуть. Вот таким вот образом. И Shift-ом все это дело выгладить. Здесь немножко прижать. Вот такая штука должна получиться. Все это выглаживаем. Все это дело вот здесь вот так вот подгоняем. Чуть-чуть вытягиваем. Чуть-чуть здесь делаем впадину. И немножко нос вот так вот приподнимаем. Вот такой принцип именно построения лиса. Так, следом, чтобы не заморачиваться, давайте берем опять же, делаем дубликат головы. И теперь с помощью Move и с помощью Gizmo все это дело вот так вот перекрутим и поставим сюда вот так. Следом все это сплюсь с ним еще больше. Вот таким вот образом. И немножко вот так вот. Подставляем. Ctrl-Z, X отключаем, у кого включат. И вот так вот все это дело перекручиваем и подставляем к голове. Вот так вот. Теперь с помощью Move немножко все это корректируем. Где надо вот так вот вытягиваем. Где надо вот так вот подкручиваем. Где надо вот так вот вытягиваем тоже. Чтобы ухо приняло свой вид. Вот так все это можно закрутить. Поднять. Уплотнить. И вот так все это вытянуть. Вот таким вот образом. Все это опять же выглаживаем. И теперь с помощью Move и Ctrl делаем дубликат вот так. Или Ctrl-Z. Можно все это сделать в геометре. Опять же Modified Apology Mirror and Well. Вот таким вот образом. Ctrl-Z, чтобы уши не соприкасались. Вот так вот делаем. И вот получилось у нас два уха из головы. Все прикольно, все классно. Вот такая штукенция. Ну теперь поработаем с лапами. Переключимся на то, что мы дублировали цилиндр. Теперь следом заходим в Geometry Size. Немножко опять уменьшаем. И немножко вытягиваем. С помощью Moff и Gizmo все это вытягиваем вперед. Вот так вот все это подставляем. И еще можно это все дело уменьшить. Вот так и немножко вытянуть. Следом Shift все это сглаживаем. Вот так вот выглаживаем хорошо. И попробуем все это дело чуть-чуть вытянуть. Так, с помощью Moff перетягиваем вот так. И устанавливаем. Ctrl-Z, X отключить не забываем. Все это дело вот так вот устанавливаем. Опять же можно немножко все это дело уменьшить. Вот так вот. И уже с помощью Moff Topology и Draft Size чуть-чуть вот так вот подкорректировать уже отдельно. Вот так вот. Все это опять же выглаживаем. Чтобы лапа была более-менее тонкая. И Draft Size побольше. Здесь вот так вот подгибаем. Здесь вот так вот чуть-чуть еще можно вытянуть. Здесь вот чуть-чуть подгибаем. Ну и с помощью Moff и Gizmo, если нужно, можно чуть-чуть все это дело вытянуть. И опустить ниже. Вот таким вот образом. Так, лапа есть. Давайте теперь поработаем со второй лапой. Опять же цилиндр. Опять же можно зайти в гидкометри. Опять же все это дело уменьшить. И вот так вот все с помощью Gizmo вытянуть. X можно отключить опять же. И немножко подтянем ее. Так, слишком тонкую лапу тоже делать не надо. Вот таким вот образом. Так, теперь все это дело перекрутим. Вот так. И установим чуть-чуть вот сюда вот пониже. Вот так вот. Чуть подкрутим и немножко приблизим. Так, теперь все это дело опять же нужно выглазить. Вот так вот все выглазиваем. Все делаем потоньше. Вот таким вот образом. Переводим. Делаем маску где-то вот тут посередине. И Ctrl-маску размываем. Нажимаем на маску. Левой кнопкой мыши. И вот теперь с помощью MOV можно вот так ее подкрутить. Маску снимаем. И шифтом все это дело выглаживаем. Вот так вот. Так, следом можно, конечно, сюда поставить уже сферу. А можно просто вот так вот выгладить. И немножко вот так вот вытянуть. Ну вот такой пока будет пусть набросок. Если что-то не так, то можно зайти в Simple, в Brush и отключить Simple. Вот так вот. Смотрим, выглаживает, не выглаживает. Лучше, не лучше. Вот такая штука. Так, все это делаем опять же потоньше. Делаем опять же всему этому дайна-мэш. Вот. Теперь она выглаживается более-менее прикольная. Нога становится тонкая вверх. Становится тоже тоньше. Уже нормально. Так, следом, что можно сделать? Так. Ну, можно сделать опять же Modified Apology Mirror and Well. Вот так. Одну лапу можно замаскировать, а с этой лапой уже можно поработать и по-другому. Вот так замаскировать. Эту лапу тоже замаскировать. Размыть. Control и левая круга мыши размыть маску. И немножко с помощью ротации вот так ее можно вернуть вот в такую позицию. И опять же все это дело снять маску и выгладить. Вот так вот. Вот эти части можно сделать из сфер, а можно просто вот так вот повытягивать, сделать их попышнее просто визуально. Так, включим все лапы, все саптулы включаем. Вот такая получилась штукенция. Теперь поработаем немножко с телом. Так, а тело надо объединить с головой. Поднимаем саптул головы вверх. Смотрим, где он. Да что такое? Сегодня у меня подтупляет немножко. Так, все это дело объединяем голову с телом. Merchdown, окей. Окей, мышка не хочет работать. И все это дело делаем всему этому Dynomesh. Так, нажимаем Dynomesh. И все это выглаживаем. Опять же, мофт ополаджи чуть-чуть это все дело выглаживаем и вытягиваем. Вот так вот. Чуть-чуть, где голова, можно сделать поуже. Вот так. И здесь вот где-то вот так вот подтянуть. И задницу немножко сделать потолще вот так вот. Так, следом, что еще можно сделать? Можно теперь лапы вот эти нижние немножко подкрутить. Это уже детали. Установим их вот так. А вот эти лапы можно немножко припустить вниз. Вот так. Вот получается такая штука. И вот эти части чуть-чуть выгладить и приподнять. Вот так. Сделаем этому всему дубликат в диаметре модифитоположи Mirror and Well. Немножко это все дело здесь вот так вот с помощью моф корректируем. Так. Ну и посмотрим, что у нас с лапой. Задней вот эта лапа. Одну можно замаскировать, а эту лапу можно немножко придвинуть. Вот так. И немножко можно подкрутить и припустить вниз. Вот так будет прикольно. Так. Все. Вот такой принцип построения лиса. Тут следом можно еще немножко приподнять вот эту челюсть. Вот так. И вот эту часть сделать тоньше. Вот такая получается болванка. штука. Теперь append находим сферу, переключаемся на сферу и делаем геометри дайна меш. Опять же дайна меш и сайз. Все это дело уменьшаем. С помощью моф и гизма перетягиваем вот сюда. И с помощью гизма вот так вот можем вытянуть вот такая получается штука. Смотрим как она заглаживается. Чуть-чуть ее вот так подтянем. Смотрим что тут у нас в дайна меш и немножко вот так вот выглаживаем. Теперь получается маскируем пол хвоста и с помощью контрол размываем маску и с помощью моф все это дело вот так заворачиваем и немножко вот так вот подтягиваем чтобы сильно не гнуть ее чтобы потом можно было просто прибавить дровсайз вот так все это дело хвосту придать внешний вид. Вот так вот. Вот такой получается пышный хвост лиса и немножко можно уменьшить дровсайз и вот так чтобы он тоньше был к заду вот так вот подтянуть. Так вот такой тоже принцип установки хвоста. Ну давайте теперь разберемся с чем? Разберемся с телом и с ушами. Так сначала добавим глаза глаза я вот так вот добавлю наверное append сфера переключусь на сферу и зайду в кисти и найду вот эту кисть M&M parts сейчас она подгрузится нахожу вот эту пуговицу чтобы уже не лепить ну и с помощью мышки вот так все это дело вытягиваем теперь делаю сплит делаю crop сплит разделяю все эти детали и сферу можно уже удалить делить окей вот какая штука получилась и вот теперь надо ей сделать дайна мэш так чтобы не мешалось переключусь на стандарт заходим в геометрии находим дайна мэш и пугается такая штука что нужно резолюцию прибавить жмем дайна мэш и смотрим теперь что у нас выходит и делаем дайна мэш теперь самой основанию пуговицы опять же резолюцию чуть-чуть прибавить жмем дайна мэш ну и можно теперь в деформации сделать ее чуть-чуть потолще инфлаты вот где-то вот так вот уже прикольней уже классно так теперь можно а может и не надо надо это все дело мерч даун объединить окей пуговица вот у нас получилась цельная теперь с помощью мов ее перетягиваем с помощью геометри сайза уменьшаем и с помощью гизма устанавливаем туда где она и должна быть чуть-чуть опять же поменьше и чуть-чуть вверх ее приподнимаем если нужно то перекручиваем вот так теперь модифит аппарат же mirror and well так ну и добавим нос именно уже опять используем сферу переключимся на сферу и в геометри ее уменьшим вот так вот с помощью мов и гизма перетаскиваем на нос немножко еще уменьшаем и немножко подгоняем вот так вот смотрим что-то как еще немножко уменьшаем ну и с помощью гизма и мов можно чуть-чуть его так вытянуть вот такой получается нос и устанавливаем его где-то вот сюда а вот эту часть на модели надо с помощью дровсайз приподнять кверху так ctrl z моф топологи ставим и вот так все это дело приподнимаем уплотняем и выглаживаем вот получился прикольный лис так теперь можно немножко подрисовать ему нижнюю челюсть вот так вот переворачиваем так сохраняется дровсайз поменьше и интенсивность тоже до двоечки вот так вот и на симметрии чуть-чуть дровсайз побольше и вот так вот здесь можно дорисовать вот эту челюсть вот так вот она выглядит сбоку здесь чуть-чуть ухмылку ему можно добавить и немножко вот так вот подрисовать вот такой прикольный лис где-то что-то можно это углубить и немножко это все можно выводить вот так вот уже и лис готов теперь чтобы раскрасить его вот с ушами еще можно поработать находим уши теперь control включаем control и вот так вот рисуем вот эти части уменьшаем чуть-чуть граф сайз если надо control alt здесь делаем все это дело чуть-чуть потоньше наверху вот так теперь жмем control и и с помощью гизма все это дело утягиваем вглубь вот так получилось теперь жмем control W и делим все это на поле крупы теперь можно все выгладить вот такие ухи получились если уши сильно толстые то можно инфлаты нам тоже все это дело уплотнить так теперь поработаем с телом лица опять же маской смотрим что да как симметрия x стоит и погнали рисовать alt так пардон control это я заговариваю сегодня control и вот так все это дело обрисовываем вот так вот уши пока можно отключить надену тут вот они чтобы все закрасить вот так аккуратненько и смотрим что у нас тут за пуговицами все закрашено все прикольно так назначаем этому всему control w вот такая штука можно сначала даже control z вернуться нажать control i и вот здесь вот так чуть-чуть кисточкой порисовать стандартной так добавить control d и стандартной кисточкой чуть-чуть вот так вот по краю нанести границу типа шов теперь чтобы мал-мал все это сделать можно пинчем взять вот так вот чуть-чуть дооформить именно пройтись поверху пинчем вот так теперь жмем control w назначаем поле группы и включаем все саптулы вот так поработаем немножко выглаживанием рук лап вот так вот чуть-чуть сделать можно пункт дай нам мэш и немножко сделать их еще потоньше вот так вот уже лист смотрится прикольно уже все классно теперь можно его раскрасить для чего поделена на поле группы чтобы вот допустим у вас по прошлым роликам тоже я это уже объяснял жмете control shift и вот у вас получаются отдельные поле группы вот они вот вы их можете теперь красить нажимаете вот так допустим и любой цвет там допустим ну вот пусть будет вот этот свет вот этот так control z control z нажимаете кисть стандарт переключаетесь на rgb и зад отключаете так чуть-чуть сделаю прозрачный экран и вот так все это дело закрашиваете вот все закрасили теперь нужно белый цвет выбрать нажимаете белый это теперь control shift отделяете вот эту часть и красите белый это пузо будет также можно материал переключиться на белый материал вот так все это будет уже прикольней смотреться и теперь вот так же все то же самое проделываете с ушами допустим на уши можно темный цвет выбрать где этот уши и уши вот так вот вы все красите вот таким вот образом а внутри уши здесь белый травсайз поменьше опять же control shift переключаемся на белый цвет и вот так все красим белым control shift уже прикольно ну а теперь лапы c нажимаем на цвет чтобы выбрать нужный который уже есть жмете c и на цвет который вам нужен и он меняется вот здесь в боку но это опять же по прошлым роликам надеюсь все это уже вы смотрели ну и еще лапы тоже покрасим вот эти теперь вот таким вот образом ну и черным цветом можно здесь чуть-чуть типа подкорректировать кончики так вот эти лапы лапы пока можно отключить вот так теперь можно также покрасить черным нос теперь переключимся на эти лапы и им тоже здесь сделаем вот такие штукенцы смотрите со всех сторон подкрашивайте правильно не забывайте никаких деталей просматривайте со всех сторон модель так ну и теперь нужно хвост жмете опять с жмем красим хвост вот таким вот образом а вот эту часть оставляем просто белой вот так вот так ну и надо теперь глаза немножко это дело подкорректировать пуговицы опловицы можно сделать зеленым вот так вот все это тоже закрашиваем чтобы тут ничего не забыть ну и вот здесь вот морда где можно немножко опять же вот так вот чуть-чуть подкрасить вот такой прикольный лист получился ну а тут уже можно нитки добавить и так далее вот такой принцип вот так все это просто используя примитивы все это дело теперь можно немножко выгладить смягчить нос тоже смягчить лапы смягчить вот так вот и вот такой красавец получается тело тоже можно подкорректировать немножко вот где-то тут прибавить шею можно чуть-чуть утянуть где-то вот эту часть тоже можно подтянуть вот так вот а вот эту часть чуть-чуть можно где-то вдавить эту часть чуть выдавить вперед но это уже детали и на ваше усмотрение все всем пока до свидания дальше уже ролик обзор модели если кто хочет посмотрите все всем пока то и и Субтитры создавал DimaTorzok